Сила, скорость и ловкость в этом уютном небольшом зале оттачивают свою технику более 20 юных девушек. Тренирует их Нариман Магомедов у себя дома. Четыре года неустанной работы прошли не зря. На стене висит множество наград – медали, кубки и грамоты, как российского, так и мирового уровня. Здесь все на профессиональном уровне, по спортивному строго. Делится с нами наставник, начиная с дисциплины, заканчивая одеждой. В этом и весь секрет успеха. Я бы не сказал, что это не женский вид спорта, потому что здоровье никому еще не мешало. Главное, что девочки выступают в хиджабе раз – это первый принцип. Все делают намазы в обязательном порядке. А то, что они занимаются, я думаю, от этого никому плохо не будет. Еще несколько лет назад девушка в хиджабе на спортивном помосте могла бы вызвать шок. Сегодня это обычное явление. Все в большем количестве турниров участницы в платках допускаются правилами. А армрестлинг в этом смысле – спорт для всех, говорят спортсменки. Это в нем им и нравится. Мне нравится, потому что я могу выступать в том виде, в котором я хочу. И больше нравится, потому что меня тренирует мой папа, а не незнакомый человек. Первая ученица Наримана – его старшая дочь Асият. С нее все и началось. Затем он начал обучать младших двух. А после подтянулись и другие желающие. Приезжают даже из других городов. А почему вы захотели, чтобы вашей дочкой занялась их? Честно скажу, что я мечтал всегда о мальчике. У меня пятеро девочек, как всегда и бывает, наверное. Я с надеждой на мальчиков, но шоколадула, что Аллах дал девочек таких именно. Свиту девушки совсем не внушают страх. Скромные, женственные и доброжелательные. Поэтому я и решилась посостязаться с ними. Но оказалось зря. Профессионалы обыграли меня сразу, а 13-летним новичкам хватило и пары секунд. Так, может, у меня есть какие-то сильные стороны, чтобы я смогла победить? Или это невозможно сейчас? Победить, я думаю, что вряд ли, но, как вы говорите, пару секунд можно. Пару секунд продержаться. А что мне нужно сделать, чтобы тебя пару секунд продержаться? Вам надо поближе встать, это раз. Вот так? Вот так, еще ближе. И потянуть на себя руку, ее руку на себя. Вот в этом плане вы сможете что-то предпринять, чисто удержать. Давайте. В составе сборной России по армрестлингу включены 4 ученицы Нариманна. И все это благодаря его любви к этому виду спорта. Государственной помощи, как таковой, нет, признается тренер. Лишь зарплата в 7 тысяч рублей. А на все остальное, это помещения, инвентарии, поездки, приходится тратить свои деньги. Есть, конечно, выделенная земля администрациям села. Собираюсь построить зал. Если найдется человек, какой-то помощь предложить. Тоже не отказался бы. В семье Магомедовых половина членов семьи – это армрестлеры, а другая половина – группа поддержки. Вторые перед соревнованиями волнуются больше, чем сами участники чемпионатов. Горжусь, рада бываю, но переживаю, когда выезжаю далеко. А вы смотрите прямой эфир? Нет, не смотрю. Почему? Я переживаю, я не могу смотреть. Собственными силами Нариману Магомедову удалось в этом небольшом селе сагасить дейбук, построить практически империю армрестлинга, кусницу чемпионов. А если бы энтузиазм тренера еще и поддерживался государством, то наверняка успехи были бы еще более впечатляющими. Впереди чемпионат Дагестана после первенства России и мира. Настрой учениц боевой, и они намерены забрать как можно больше золотых медалей. Мечта, чтобы были мастерами спорта, стали девочки, и чтобы они были чемпионками мира, и желательно многократными. Патимат Ханапова, Муса Салатгиреев, Новости ННТ, Каякенский район.